на вашу жизнь дает количество ограниченное времени. Вот у вас ваша личная сила, с которой вы рождаетесь, называют это какая-то оброжденная энергия, это оброжденная личная сила, это все о какой субстанции речь, это же не про электричество речь, это про время. Вам дается на каждом на жизнь ограниченное количество времени, запас, батарейка, чук. На что вы ее тратите? Да на что хотите? Хотите пиво пейте, хотите песни пойте, хотите что хотите, то и делайте, с разной интенсивностью можете тратить. Батарейки плюс-минус там одинаковые. Втыкают батарейку. На что вы ее тратите больше всего? Знаешь, на что? На борьбу со временем. Я говорю, а как так? Ну вот представь, что стоит поток, а ты всеми силами ему сопротивляешься, потоку времени. А как ты сопротивляешься? Ты цепляешься за прошлое, воспоминания, старые песни, там, там, вот любые эти все штуки связанные с ностальгией, за государством, за СССР, там, понимаете, вот люди, которые представляют СССР в прошлом, это враги СССРа, потому что СССР нужно представлять как Ефремов представлял, в будущем, понимаете, закидывать туда, в будущие образы, а вы все за прошлое цепляетесь. А вот у нас там была пенсия хорошая, а вот у нас там в санатории я ездил, и начинают, и этими воспоминаниями, этими всеми, вы себя цепляете в то время, и вы не двигаетесь ногу со временем. Как это можно понять? Люди выпадают из времени. В потоке времени живут вот совсем там подростки, молодежь, и постепенно тоже выпадают, тоже цепляют за прошлое, за свое уже. Они слушают другую музыку, ходят другой одежде, все по-другому, понимаете? Можно быть либо на гребле волны времени. Можно еще быть, конечно, впереди времени, но это редко у гениев удается, у типа Ефремова. Они были впереди времени. А мы цепляемся за прошлое, ну вот люди вообще. Я вот много практикую вообще всякие перепросмотры, разные практики делаю, приглашаю вас на свой марафон, где мы эти практики делаем, чтобы не цепляться за прошлое, и вытаскивать свою энергию из этого прошлого. Мы же не просто цепляемся, мы там оставляем свою энергию, понимаете, как якорь. И вы же никуда не можете поплыть, если у вас якоря, 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 якоря везде там в прошлом. Понимаете? А уже прозвучала команда рубить концы. А вы все не рубите, все за прошлое держимся. Куда же мы уплывем, в какое будущее, если все держимся за прошлое? Одни за советское прошлое, другие более ортодоксальные за романовское прошлое. Самые радикальные какие-то Рюриковичи вспоминают. Еще более они вообще там отрастет, себе бороды до пупа, одели домотканные рубахи и вообще куда-то там, еще куда-то, еще дальше. Я даже не знаю, в какие времена они свой якорь закинули. И они за него держатся, понимаете? Они не в будущее смотрят, они держатся за свое прошлое, каждый. Вот представьте, вот река времени идет, она там будущее, а я стою спиной к будущему и сдержусь за прошлое. Вот когда вы останавливаете внутренний диалог, вы перестаете держаться за прошлое, понимаете? Вы перестаете о нем думать, посылать туда свою энергию, внимание и тратите на это время. Вы перестаете тратить на него время, на эти воспоминания, посиделки с одноклассниками, разговоры о том, как выходили в детский сад, в школу или в институте учились, как это было замечательно, ой, как мы там, вот помнишь, мы там первый раз шампанского пили. Это и ушло из вашей жизни, вместе с внутренним диалогом. И вы чуть-чуть развернулись и стали быть в потоке времени. Соответственно, конечно, там процессы биологические меняются вообще. Он мне говорит, ну, мне во сне писать, ты понимаете, вы почему стареете так сильно, потому что вы тратитесь, вы боретесь со временем. Вместо того, чтобы быть в его потоке, а еще лучше, на шаг впереди его, вы боретесь с ним. И в этом процессе вы, как бы, останавливаетесь во времени. Остановились во времени. Ну, каждый в своем. Кто-то остановился в 20 лет, кто-то в 30 лет, кто-то в 40 лет, кто-то в 5 лет. Каждый в своем времени остановился и за него держится зубами. Понимаете? Потому что, когда человек вот так держится, его дух, а человек же дух, душа и тело, вот это тело держится, душа, эмоции какие-то там, душевно так было, а сейчас не душевно. Вот они держатся туда. А дух понимает, что с этими, с этими товарищами каша не сваришь, понимаешь? И нужно включать кнопку reset, перезагрузка. Что здесь перезагрузка? Нужно тело делать, чтобы побыстрее умерло, включить какую-нибудь онкологию, какую-нибудь болезнь, типа побыстрее на перезагрузку уйти, потому что, ну все, ну уже бесполезно. Ничего не сделаешь, выхода нет другого. И кнопка нажимается, джиш, самоликвидация. А самоликвидация это что? Алкоголь, наркотики, хронические болезни, онкология там, много чего еще. Разные способы самоликвидации есть. На машине разбиться. Когда дух понимает, что все, ну ушли слишком не туда или потеряли много времени. Тоже вариант. Живите в состоянии остановки внутреннего диалога. В этом покое живите. Вот как я в нем сейчас разговариваю.